Они смотрели, видели, что он смещается в правую сторону. Мы увидим, что Немков пристреливает дистанцию. То есть он ждал, что сейчас прилетит. Вот он. Крутейший вообще нокаут. Крутейший Вадим. То есть он вообще уже с центрального радиуса вышел. А тот только навстречу бьет, понимаешь? Смотри, куда он подкручивает в правую сторону. Блин. Очень круто. Ты понимаешь, да, что он сделал? Он видел, что он закручивает его и просто не доставал, а тут справа попал. Очень круто. Давай попробуем, Никитос, мне кажется, отлично зайдет. Давай? Давай, погнали. Смотри, Никитос, смысл в чем? Они сначала в центре сошлись. Надо понимать, Бейдер как реагировал на атаки Немкова. Он постоянно от него выходил. То есть он не принимал бой на встречных курсах. А Немков его пытался постоянно прессинговать и выдавливать. Он на самом деле понимал, что если только он дергается, то сразу начинает выходить. Когда он начинал атаку, в частности Немков, вот ударь сейчас четыре прямых на шагах. Раз, два, три, четыре. Да. А теперь что делал Бейдер в этот момент? Понимаешь? Он прям убегал аж до клетки и касался. То есть тот постоянно его не доставал. Он пару раз попробовал лево-право длинно. Да. И сделай еще раз. Сделай. И тот вышел. То есть он не попал. Где-то только во втором раунде он пристрелялся. То есть мы с тобой понимаем, что у Немкова была задача найти свою дистанцию. То есть поймать его на этом выходе. И Бейдер, что самое главное. Помнишь, как в боксе нельзя уходить под сильную сторону? В правую сторону для правшей. То есть если ты ударил, и я вот сюда выхожу, даже если я сделаю шаг, то ты можешь меня накрыть длинным свингом или таким боковым. Но так как Бейдер такой очень прыгучий парень, у него обычно это не получалось. То есть он раз, ему не получалось достать. Если мы разберем первый раунд, мы увидим, что Немков пристреливает дистанцию. Понимает, каким образом он может его достать. После первого раунда он понял, что по дистанции рукой он не попадает. Что он попробовал сделать? Он затестировал. Он пару раз левую ногу попытался в связке ударить. То есть он не готовил его руками, а просто кинул. И как получилось? Бей. Вот как-то так получилось. Он носочком, может, ногтями, грубо говоря, пальцами, пальцами, конечно, чиркнул ему по носу. Но он понял, что где-то рядом. Его хайкик, его нога где-то рядом. И он не готовил руками. То есть они просто стояли, стояли подергай, подергай, хайк. Вот, как-то так, да. Еще раз. Причем Бейдер, даже видно на видео, что он глаза закрыл. То есть он ждал, что сейчас прилетит. Но успел оттянуться. Когда мы разбираем второй раунд, там вообще очень крутая штука, которую я заметил. Ну, понятное дело, что Немков прессинговал, постоянно дергал. А Бейдер иногда отвечал, сделал один тейкдаун на встречный, вот, допустим, бей на шагах. Раз он его здесь в первом, в середине первого раунда перевел, но Немков встал. Он его дергал, дергал джебом. Джебы, кстати, попадали. И Немков заметил одну штуку. В первом раунде Бейдер хорошо руку вот здесь держал. То есть если он бил слева, то он выходил, и вот рука была здесь всегда. Во втором раунде Бейдер пару раз ударил справа, ой, точнее, Немков пару раз ударил справа, а Бейдер вот так сделал. То есть защитил себя выходом дистанционным, избивом руки своей передней рукой. А теперь непосредственно как произошел нокаут. Они смотрели, видели, что он смещается в правую сторону. Да. Они думали, каким образом там попасть. Либо длинным, длинным свингом-оверхендом перестал охватать дистанции, он добавил ногу. Вот этот удар очень много использовал в своих боях Ти-Джей Дилашоу. Он очень много, одноименно. Прям рука, та же нога, рука, та же нога. И у нас тоже, мы лично используем этот удар. Ты будешь использовать этот удар. Вот это движение, смотри, Никит, дай справа, с шагом только, да. Оставь тут руку. Оставь руку. И. Да. Сделай. Да. А теперь прям больше именно разгибатель используя руки. Вот. Еще. Вот. Вот он. И получилось навстречу, понимаешь? О, хорошо. Да. Прекрасная тактическая заготовка от лагеря Вадима Немкова. Крутейший вообще нокаут. Крутейший Вадим. Спасибо, ребят, за ваше внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Если вам понравилось, поделитесь этим видео с друзьями. Мы находимся в центре единоборств Русич. Вместе выставим. Приходите к нам на тренировки. Мы будем рады. Пока. Русич! Продолжение следует...